Стоимость комиссии высокое, некачественное обслуживание. Жители от Ирау недовольны подорожанием комиссии, которая будет включена в ежемесячную плату по термомодернизации. Особенно тяжело приходится социально уязвимым слоям населения, поэтому жители требуют снижения стоимости комиссии. Подробности в видеоматериале. Это мать-одиночка Тойган Есикенова. Она уже 9 лет живет одна. Пенсионерка, которая в этом году исполнилась 83 года недовольна размером комиссии. Ей денег не хватает на покупку продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных платежей. Поэтому она требует отмены ежемесячной комиссии, стоимость которой растет. По словам женщины, комиссия за подключение к оплате термомодернизации изначально была в размере 40 тенге. Теперь подорожала и стала тысяча. Переехала в 1991 году, с тех пор живу. В 2018 в нашем доме был проведен ремонт. Теперь я не знаю, что делать. Банк предъявляет требования об оплате. От этого я заболела. Время от времени, ссылаясь на это и на то, в конце концов, сказав, что мы ничего не можем вам сделать, ответили – платите тысячу тенге. Я соседка Тойган Апы. Нам модернизацию сделали несколько лет назад. Мы должны платить ежемесячный платеж. Раньше комиссия была, там 150 тенге, потом 200, потом 300, потом 500 сделали, а сейчас 1000. Ну, я, знаете, ни в одном банке не видела, чтобы 1000 тенге была комиссия. Почему от ЖКХ они не могут заключить договор с другими банками, где комиссия будет намного ниже? Я ни в одном банке не видела такую большую комиссию. Неудобно, очень неудобно. Как выяснилось, ответственными за это дело является ТО «Коммунальное обслуживание жилых домов города». Они знакомы с данной ситуацией. Учреждение заключило контракт с ЖУСАН-банком на несколько лет. В связи с этим, что поступило много заявлений по данному вопросу, специалисты написали заявление по снижению размера комиссии. В связи с переходом на цифровую систему, банк повысил стоимость комиссии с целью снижения кассовых операций. Теперь они собираются поставить специальный терминал в нашем офисе по адресу Нурсая 11 и в своем учреждении. Там ведут специальную систему, где без комиссии можно будет оплатить. В области оказывается поддержка социально уязвимым слоям населения. Так, в этом году помощь назначена более 5000 жителей. В этом направлении в области также открыто учреждение от Басанхолдану. По словам специалистов, Тойган Есекенова может получить социальную помощь, обратившись в этот центр. Также граждане, которые нуждаются в социальной помощи, могут обратиться по месту проживания в городские или районные отделы социально занятости и социальных программ. Могут подать заявление решением специальной комиссии, им будет назначаться социальная помощь решением социальной комиссии. По словам ответственных лиц, вопрос будет решен в ближайшее время. Таким образом, возможно, будет оплата без комиссии. А для этого жителям необходимо использовать специальные терминалы. Аван Иглан, Дарья Ширина, Артур Бутпанов, Телеканал ТРАУМ.